Здравствуйте! Программа «Жить хорошо». Да, действительно, многие люди живут хорошо, работают хорошо, учатся хорошо. У них хорошее поведение, характер, манера, и у них очень такой позитивный настрой в жизни. Я буду работать, создавать семью, у меня семья, дети, у меня есть стимул жизни, я счастлив. У нас природа хорошо, государство хорошо, у меня есть возможность учиться на любую профессию, работать, делать любую работу. Это замечательно, это прекрасно. Вот такой настрой – это жизнелюбие. Этот человек сам настроил себя на здоровый, на хороший, прекрасный лад. Жизнь прекрасна, я буду жить, что бы ни случилось, я не сдамся, я не отпущу руки. Я полон решимости, полон внимания, цель у меня есть – жить хорошо. Вот такой настрой, конечно, очень хорошо. Но таких людей очень мало. Как можно добиться этого настроя? В первую очередь, конечно, это хорошие родители. Родители, все родители любят своих детей, но эту любовь нужно обязательно передать через много примеров. Собственный пример, потом, как любит, чтобы ребенок был хорошо, надо объяснять, говорить, довести обязательно. Потому что дети, они не телепаты, они не ясновидящие. Что хотят родители, дети не знают. Нужно постоянно говорить прямо, что родители любят своих детей, желают счастья, здоровья, прекрасного будущего. Для этого они полностью, целиком должны брать пример родителей, доверять, слушаться, советоваться. И это как руководитель, или как инструктор по жизни, или как это родители, золотые спонсоры, или как цветные родители. Все, что хорошее, это родители должно быть. Естественно, родители сами это осознают, очень дружны, гармоничны между собой. Когда ребенок видит, что у них прекрасная мама, хороший отец, они между собой ладят, они поддерживают друг друга, понимают друг друга. И как бы тяжело ни было, они никогда не переходят к границу, они пытаются сохранить свою дружбу, гармонию, понимание. Потом они делают все, чтобы их ребенок был счастливым. Это еда, одежда, комната, ночлег, кровать, другие вещи. Это материальные вещи, это необходимо. Объяснять, что такое быть здоровым, это для здоровья нужно. Но что такое умный, мудрый, что хорошо, что плохо, что хорошо приносит счастье, что плохо приносит страдания, что страдания никто не хочет, все хотят счастья. Вот этого объяснять, довести до ребенка, это святая обязанность родителей, обязательно. Это, так говорится, жить хорошо. Мы видим, государство тоже хорошо, есть женская консультация, следят за здоровьем ребенка и женщин. Родильный дом, где принимают роды, потом патрионаж, где педиатры смотрят маленьких детей до месяца, до года и тому подобное. Это тоже контроль врачей хорошо. Потом ясли сад, детский сад, школа, институт, армия, семья. Дальше сам, такова структура, система, государство. И это очень замечательно, это отлично, хорошо. Но, тем не менее, к сожалению, конечно, мы это не замечаем или привыкли к этому и думаем, так должно быть. На самом деле, это развитие современного мира, материальный прогресс, внешний комфорт. Все это делается, чтобы уменьшить наши проблемы, трудности, страдания. Если мы это понимаем, мы тоже хорошие люди. Если мы это ценим, мы прекрасные люди. Но в реальности, конечно, мы видим, многие люди это не понимают. Они употребляют алкоголь, наркотики, совершают преступления своим телом, убийство, воровство, предательство, неверное семье. Конечно, хороший, умный человек понимает все это. Видит, что это нехорошо, негативно, вредно, бесполезно. Также бесполезно тратится время, деньги, еще что-то. И поэтому, что я хочу сказать. Умным быть выгодно. Хорошим быть всегда выгодно. Для себя, для спокойствия, для мира, для просто нормальной, хорошей жизни. А также понимать, что есть проблемы, трудности, страдания в жизни. Но не унывать. Стараться решить их, уменьшить, защищаться от них. Например, природные катаклизмы. Умный, хороший человек знает, что есть они. Умный, хороший человек старается решить эти проблемы хорошо. Что бы то там ни происходило в жизни, в стране, в мире, он ведет себя спокойно, адекватно, тружелюбно. Например, заболел, этот человек знает, что нужно просто лечиться. Другие чувства, эмоции, грусти, печали тут не поможет. И это понимает он. Также, когда не поняли друг друга, возникла ссора, скандал, споры, непонимание. Нужно постараться решить, найти решение данной ситуации. А также, жить хорошо, не обязательно, что вместе с вами весь мир начинает жить хорошо. Конечно, хочется этого, но реальная ситуация такова. Многие ученики, студенты не хотят учиться, потому что они не ценят бесплатное образование. Не хотят учиться, потому что не любят учиться. Не ценят ценность знания. Сейчас многие говорят мне это. Надо было учиться хорошо. Хотя бы язык, хотя бы общение, манера, поведение, характер. Сейчас есть люди, которые жалеют об этом. Это тоже хорошие люди. Они наконец-то поняли свои ошибки, недостатки, плохие стороны, нехорошие черты своего характера. Это хорошо, что они поняли это, узнали это. И сейчас у них осталась задача уменьшать это. И все, больше ничего. Дальше что? Дальше до конца своей смерти нужно продолжать жить. Здесь главный вопрос просто настроить себя. Да, в природе плохо, в жизни плохо, экономика плохо, пандемия, финансы плохо. От этого, если еще загружаться, еще впадать в уныние, каковы результаты будут? Конечно, нехорошо. Постараться в тот момент взять в себя руки, успокоиться, найти надежду, веру. Увидеть там свет в темноте, сказать, не все потеряно. Всегда есть решение. Всегда можно найти выход. Всегда можно решить любые задачи. Но здесь обязательно нужна такая мудрость. Если все можно решить, но волноваться не надо. Без волнения нужно решать все проблемы. Если невозможно решить, волноваться бесполезно. И поэтому волнение не нужно. Когда хорошо, волнение не нужно. Это понятно всем. Когда нехорошо, волноваться бесполезно. И волнение в жизни, как бы то там ни было, не нужно. Да, сказать очень легко, послушать тоже легко. Но нужно применять в жизни. Когда человеку действительно плохо, когда все идет на перекосяк, когда, кажется, нет надежды и решения, это всего лишь кажется. Если мы с кем-то поделимся, у нас будет выход. Если мы поговорим с кем-то, или сами можем найти решение всех трудных вопросов, тогда мы умные. Когда человек думает правильно, ему хорошо. Конечно, очень много вопросов в жизни. Очень много. Но решить проблему это очень хорошо. Всегда хорошо. Отлично. И поэтому, что я хочу сказать. Человек просыпается, каждую секунду думает. В основном люди думают о плохом, потому что привыкли думать о плохом. И это считают нормой. Если мы поняли, что думать плохо для себя, хуже плохо, что нужно менять образ мышления, что как бы то там ни было, всегда есть надежда, вот это уже хороший настрой. Всегда находить ответы на любые вопросы. Всегда искать решения на все трудности. Вот это и есть облегчение. Счастье, спокойствие, хорошая жизнь. И да, залог хорошей жизни много играет причин, факторов. Но основное из них – это наше мышление. На то, как мы думаем. Если у нас есть тревога, беспокойство, конечно, мы хорошо жить не сможем. Но если есть у нас ум, умный, правильно думает, мудрость, мы правильно сможем определить причину и следствие. Здравый смысл, позитивное мышление. Вот это нам очень хорошие советники и советчики. И для этого что нужно? Просто думать хорошо, думать правильно. жалеть нужно о плохом. Но все, что мы пожалели, если это плохо, нужно это уменьшить и за это избавиться, стараться. каждый день вечером мы должны делать отчет, что мы делали хорошего и плохого за день. Завтра мы должны продолжать делать это хорошо. А все, что плохое, мы за день сделали. Завтра мы должны постараться уменьшить. И все. До свидания. До свидания.